Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я запишу историю, дам какие-то комментарии. Это все тоже можно сделать под видео, написать ваше мнение по историям. Если вам нравится такой формат, я знаю, очень многим нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте видео в соцсетях, так еще больше будет у меня подписчиков, будет больше стимула снимать. Ну а мы приступаем. Здравствуйте, Галина! С удовольствием смотрю ваши ролики. Очень нравится ваш здравый и адекватный подход. Хотелось бы поделиться и своей историей, выслушать ваше мнение, так как порой очень важно услышать что-то именно со стороны, даже если и сам все прекрасно понимаешь. Я с вами абсолютно согласна. Это такое, я всегда, отрезляющее что-то со стороны должно быть. Итак, история. Мне 32 года, я привлекательная девушка. Совсем в юном возрасте был неудачный брак, после чего были мужчины, но с ними не сложились отношения по разным причинам. История о знакомстве с не турком, но с греком. Познакомились мы где-то в соцсетях еще лет 5 назад. Чуть пообщались, но он в то время много путешествовал и почти сразу же был нацелен на встречу со мной. Приехал ко мне в Россию. У меня уже было много командировок тоже, не до встреч на самом деле. Так у нас как-то все отношения и общение тогда и закончилось. А вот год назад он написал мне снова, и мы начали общаться. Сначала я серьезно к этому, конечно, не относилась. Ну, общаюсь, ничего не теряю, практикую английский. Тем более общение не было каким-то навязчивым. И поначалу практически дружеским. Да и у меня, честно говоря, был напряженный такой период в жизни. И это стало для меня некой отдушиной. Моя вот это вот, обратим на это внимание. Почти сразу он стал в целом рассуждать о том, как хотел бы семью, как мечтает о детях. И я хочу отметить, что он старше меня на 12 лет. То есть ему 32, а ему 44. Я сразу определила, что отношения на расстоянии это не для меня. Он говорил, что нет ничего плохого в том, чтобы узнать друг друга получше на расстоянии. Ну, а вообще потом нам, конечно, нужно обязательно встретиться. Также мы периодически проскакивали у нас в разговорах, что он хотел бы жить вместе в будущем и так далее. Что я, конечно, воспринимала, конечно, с юмором, так как мы еще в реальной жизни не виделись, какие разговоры о совместном проживании в будущем. Ну, короче, общались мы каждый день. Человек был на связи 24 на 7. И все больше я к нему, конечно, привязывалась. Надо сказать, я вроде бы не из тех, кто ходит по улице с бегущей строкой «хочу замуж на лбу», но в глубине души я устала от ни к чему не приводящих отношений. И действительно, очень бы хотелось что-то крепкого, серьезного, где можно, так сказать, найти для себя покой. Про мужчин. Он был полностью открыт, готов был рассказать все о своем прошлом, что меня интересовало. С его слов, он все время был нацелен на семью. Но что-то у него всегда не складывалось. То попадались карьеристки какие-то, пока он был моложе, то долгие тяжелые отношения болезненные закончились, ее изменой. Вообще, короче, искал он больше отношения именно с иностранкой. Так как, по его словам, гречанки сейчас живут, ну как, в сексе в большом городе. И им лет до 40, их не интересует семья, только позже они на это надеются. Что, конечно, для меня это спорное мнение, я с ним не согласна, но все же. Последние несколько лет он был сосредоточен только на своем становлении. Не так, как из-за неких семейных обстоятельств, развода сестры и сын высокопоставленного человека. Вся семья и сестра, он и его отец лишились своего положения и нормальной работы в связи с этим разводом сестры. В данный момент он занимался своим каким-то проектом, чтобы работать на себя. Это некая площадка, упрощенно сказать, что-то по типу TripAdvisor, но не совсем то. На этот проект он получил некие средства от Евросоюза, но все это находилось долгое время в подвешенном состоянии. То подставит одна компания, то не доделает работу, то нарушит какие-то условия сам программист и так далее. То есть проект есть, нужно работать над ним каждый божий день, плюс бумажная какая-то бюрократическая волокита присутствует. Но официального какого-то устройства на другую работу ему сделать было нельзя. И при этом дохода-то от этого не было, а только наоборот одни расходы. Забегая вперед, скажу, что все это было правдой. Человек не врал. Я проверила. На момент нашего начала общения все же долго было, наконец, должно было завершиться и наконец-то выстрелить. Вот-вот был вопрос просто, как он думал, нескольких месяцев, что вот-вот сейчас все это закончится. А до этого все продолжалось уже пару лет, как я поняла из его рассказов. Но время шло, приближался мой отпуск. Вроде бы он собирался купить мне билеты в Афины, но проект так и не двигался никуда. Он поник и в какой-то момент сказал, может, нам бы и не стоит видеться, наверное, пока в какой-то период, так как ему будет крайне некомфортно от всего, что он не сможет создать хорошее впечатление, водить меня по ресторанам и так далее, дарить какие-то подарки. Мне не понравится провести отпуск вот так на диване. Плюс нужно будет днями продолжать ему работать из дома, он не сможет дать мне нормальное внимание, время уделить. Конечно, хотя встретиться он очень сильно хочет. Но мне, честно говоря, было бы комфортно и так. Настолько я уже устала от своей работы, что я была бы и не против отпуска с Нетфликсом и одеялом. Да и гулять люблю я одна по новым местам, а не проводить все время с кем-то. Короче, следующий отпуск, неизвестно у меня когда. И на тот момент мы общались уже полгода тянуть, это годами вот так-то я не собиралась, пока все это не заглохнет. Если мы не увидимся, в общем, подумали-подумали и решили все-таки встретиться. В итоге он был очень рад моему приезду. У меня не случилось к нему никакой безумной страстной любви сначала. Но с ним было очень хорошо и комфортно, вот как с близким человеком. Ну, какое-то такое чувство безопасности, что ли, уюта. А потом и все остальные подтянулись. Безопасность он вам закрыл. В целом мы хорошо провели время вместе. Хотя были конфликты, бывало и такое. Например, видно, что человек привык жить определенным образом. И некоторые вещи были для него даже очень странными. Явно он присутствует ОКР у него. Интересненько. Видно было, что человек без ума детей, даже когда просто видел их на улице. Я познакомилась с его отцом, так как он часто приходил помогать ему с документами и так далее. Мы понравились друг другу. В целом было неплохо. Мы хорошо провели время. Мужчина старался для меня. Хотя вечерами ему особо ничего и не хотелось, кроме как лежать на диване, в отличие от меня. И когда пришло время уже уезжать, он даже пустил слезу. Да и я уже, если честно, очень сильно привязалась. Надеялись, что со временем ситуация у него, конечно же, выровняется. Это было первостепенно. А в дальнейшем можно будет и о моем каком-то переезде думать, о моей работе. В общем, короче говоря, строить какие-то планы на будущее. В таком ключе и продолжалось наше дальнейшее общение. В моей голове я как будто бы была в отношениях. Он общался таким образом, что у меня было такое впечатление, но в реальности у меня по факту. Ничего не было, по сути-то. Началось все больше конфликтов у нас. Чаще всего по моей вине. Он всегда был спокойным, а я довольно эмоционально и прямолинейно. И я такой просто человек. В какой-то момент я, видимо, запилила его, что ли, претензиями. Как он говорил, тебе никогда ничего не нравится. Ты всегда недовольна. А я сейчас пытаюсь нормализовать свою жизнь. У меня вся жизнь под откос. А ты только и добавляешь мне стресса и проблем вместо поддержки. Хотя от мужчины в первую очередь хотелось иметь, конечно же, поддержку мне. Я старалась его понимать, что вот такой вот период, рано или поздно это пройдет. Но время шло. А я не всегда могла держать себя в руках. Конфликты были просто на ровном месте иногда. И от конфликтов мне было еще хуже. Так как человек мне стал очень близок, я к нему привязалась. Вот таким образом прошло еще 7 месяцев нашего общения. Мне очень хотелось присутствия в моей жизни мужчины. И он был все время со мной на связи. Говорил, что заботится. Но ничего реального по факту уже не было. Каждый был закопан в своих проблемах. Его ситуация не разрешалась. Он жил в стрессе. У меня тоже очень стрессовая работа с бессонными ночами. И в какой-то день во время разговора, короче, знаете, о погоде, после чего он уставший собирался отдыхать. А я его спросила, а почему он не задал вопрос вообще, как прошел мой день. И это стало просто последней каплей. Мы накричали друг на друга. Он сказал, что больше так не может. Что устал постоянно быть виноватым. Выслушивать претензии. И что нам нужно закончить все. Все эти отношения. Спустя несколько дней я понимаю, что он прав. И продолжать разрушительность такую в первую очередь для себя. Я сама себя съедаю на самом деле. Но где-то глубоко, червячок, сомнение. Ну а вдруг? Если бы я была спокойной, может быть, было бы возможно все это продолжать. А вдруг бы все наладилось. Ну он же, он в целом-то действительно хороший мужик. Добрый, нацеленный на семью, детей. Может мне нужно просто было бы быть терпеливее, например. Ведь внимание от мужчин это есть. Но те, с кем действительно можно что-то серьезное строить. И быть спокойной. На самом деле их единицы вокруг. Опять спокойствие. Заметьте, вам это спокойствие нужно. Ваш запрос к партнеру. В общем, привязалось. Нужно время, чтобы отойти. И для меня само по себе написание этого письма своего рода терапия. Я благодарна вам за то, что даете такую возможность. И буду благодарна за ваше мнение. Ой, смотрите, уважаемый аноним. Это история очень многих. То, что вы писали. Здесь не важно, грек, турок или какие-либо другие страны. Это и с вашими местными мужчинами будет вся история. Я немножко психологически разложу, что произошло. Вот сколько людей, я уверена, в комментариях будут разные мнения. Есть люди, которые очень боятся менять что-то в своей жизни. Они вам скажут, что надо было терпеть. Это ты плохая. Надо было построиться. Хороший мужик. Подожди. Другая категория людей, рисковых, не боящихся осуждения, желающих брать от жизни все, импульсивных, они вам скажут, да ты еще долго терпела. Да видишь, от него ничего толку нет. Вот этот проект у него будет длиться годами. Еще непонятно, что у чувака происходит. Не трать свое драгоценное время, ищи кого-нибудь другого. Видите, абсолютно два противоположных мнения может быть. И они все по-своему правы, кто так будет говорить, оценку такую давать. Что я могу отметить? Вы просто с этим человеком встретились не в то время, не в той, скажем так, кондиции, назовем так. Вы оба не можете реализовать ваш запрос к партнеру. Ваш запрос в спокойствии, как вы сказали, некой безмятежности рядом с ним, отчасти он реализовал. Вы это почувствовали на встрече. Поэтому это вас и зацепило. И вы давали шансы, вы что-то терпели. Как вы сказали, 7 месяцев, потом тянулось сообщение «Мое ожидание». Дело в том, что ваш запрос к партнеру – это погашение тревожности, спокойствия, которое закрывает тревожность, некая надежность. И чтобы мужчина взял какие-то проблемы о тревогу, заботе, переживании, стрессе на себя. То есть вам нужны формы отношений, когда партнер вам будет это все компенсировать и закрывать в свою очередь. Вот это вот расстояние, 7 месяцев, потом непонятное подвижек, ну почти год вы общались с самого начала, если возьмем. Они для вас тревожные. То есть он вам показал, что он может закрывать рядом, вы хорошо пристроились, в быту все в порядке, надежно с ним было. Но вот это расстояние, вот эта тревога, которая расстояние вам поднимала, да, вы его пилили, запилили, винили, вы на самом деле хотели вот этого чувства, которое было на встрече, гораздо больше. И, короче говоря, как можно быстрее все это, чтобы превратилось в жизнь, реализовать. Вы, как вы правильно говорите, себя поедом съедала, ему мешало себе. Что про него? У него не лучший период. У него жизнь, как он сказал, под откос. Ему 44 года. У него официальной работы какой-то нет. Непонятно, что, какой-то проект. Он многое что потерял. У него кризис очень серьезный. У него возраст пришел, а у него ничего нет. Он себя состоявшимся, состоятельным, серьезным, тревожный, он опять же таким не чувствует. Он не чувствует твердой почвы под ногами, уверенности в себе. А ваши бы переезды и отношения с иностранкой для него, хоть он их условно всегда и хотел, они для него сейчас стрессовые, тревожные. Он не может себе это позволить. Он не чувствует себя уверенным, чтобы ваши запросы, короче говоря, закрывать. Поэтому он не готов, он об этом отпирается. И у него запрос стабильности, нет тревожности. Такой же, как и у вас. И, соответственно, что получается? Не то время и не то время, не та кондиция, а психологическое состояние его и ваше. Не в то время мы встретились. Он на эмоциональных низах, упадках, неизвестно когда. Я вообще думаю, что он на пороге депрессии, скорее всего. Или как-то там, короче, к ней потихонечку подкатывается вот этой пропасти. У него ни конца, ни края не наблюдается. Стимула для этого надежды нет. Он планировал пару месяцев сейчас выстрелить проект. Семь месяцев прошло, никакого результата. Я больше скажу. Скорее всего, этот проект – это ошибка. Он не хочет ее признавать, не может ее признавать и старается не признавать. Поэтому бьется в этой ошибке, бесперспективной, до последнего. Он пытается все еще возродить это. Для того, чтобы не потерять веру в себя, в свои силы, в свою опору. И он только еще время может тратить, сколько, условно, деньги позволит эта ситуация тянуться. Так это и будет. То есть это, скорее всего, бесперспективный проект. Потому что он начал его в упадке, не в подъеме, в энергии, в риске. А этот безысходности, на самом деле. Это не лучшее время для бизнеса, для начала чего-то. Это единицы, кто в этом упадке. Это надо быть гениальным бизнесменом. Для того, чтобы в упадке, в разрухе, в депрессии создать что-то стоящее, чтобы это выстрелило, это принесло тебе деньги, заработок. И, короче, это было идеей крутой. Это надо быть гением бизнеса. Скорее всего, это не про него история. Вот, короче, если мы берем ваш запрос, в итоге, стоило ли расставаться, нет. Вот как вы себя чувствуете? Ну, чего вам ждать? Неизвестно, сколько ждать. Вы можете с ним этим чуваком попробовать, когда история-то закончится. Да, вы его запилили, совершенно верно. Но и он не соответствует вашему запросу. Было за что пилить, скажем по-честному. Если тут могут, конечно, подключиться любители пострадать, жертвы профессиональные, пожизненные, которые надо, мужика не предава, быть с ним. Ну, ребят, у каждого свой запрос. Если у вас запрос жертвы и терпила, и терпеть все, терпить и делать, не говорит о том, что вокруг вас люди точно такие же, готовы также идти на жертвы, что-то терпеть, страдать, мучиться и ждать какого-то возмездия, вознаграждения. Девушка в данный момент не хочет. Она сама что-то стоит, у нее есть какая-то работа, она не хочет стресса, переживаний, у нее другой психотип, у нее другие психотравмы, она не хочет быть жертвой. Поэтому приняла вот это решение. Так что если мы смотрим психологически, то есть то, что вам не нравится, не окей, прекращайте это. Если вам эти чувства, отношения приносят, вот плюсики-минусики взвешивали, минусов больше, да, мы расстаемся. Вот вы хотите ждать, пожалуйста, вы тогда его не пилите, принимайте таким, как есть, и готовы ждать сколько угодно, его там поддерживайте, как он этого запроса делает, проекты там, реализацию, пожалуйста. А, не хотите, вы его пилите, ну тогда это значит вам приносит неприятные негативные эмоции, значит мы расстаемся, я не готова жертвовать, ждать и терпеть. То есть здесь вопрос не, какая правильная позиция, какое верное поведение. Здесь вопрос к вам, чего вы хотите, подходит ли сейчас этот человек с такой вот своей ситуацией под ваши ожидания и ваше желание. А терпеть, не терпеть, ждать, не ждать, страдать или нет, или что-то прерывать, решайте только вы, как вам будет хорошо в результате. Неординарная ситуация с его положением, в котором он оказался, это да, стресс, к которому не прошли ваши взаимоотношения, вы показали каждый свой характер. Он хочет поныть, он хочет поддержки, он хочет сильную женщину, которая будет все ждать, терпеть, плечо подставлять, гладить по голове, говорит, миленький, у тебя все получится. А вы хотите сильного мужика, который сам тучи разгоню руками, тебе все помогу, дам тебе безопасность, спокойствие и защиту. Ну это явно не человек, который это транслирует, в его сейчас уязвимом положении при депрессионном, вот этом упадке. То есть ваши запросы не совпадают, вы дорогие, вы просто не подходите. Вы попытались, но вот не получилось. То есть ваши какие-то внутренние вот эти моментики, они вылезли, вот пилить вы начали, он там обижался, вот это вот, вот они конфликты, ругань, это и есть признак того, что вы не подходите. И это ваши характеры, понимаете, это ваше нутро. Это просто стрессовая ситуация, как лакмусовая бумажка промочила это, показала, указала на эту проблему. Но если бы ее не было, вы, например, начали отношения просто дольше, потом, попозже, это бы тоже как-то вскрылось. Вам бы все равно, вы стояли бы на точке, решать вместе бы, не вместе, доверять, не доверять, еще дальше соотношения не делать. Вы все равно к этой точке пришли, просто другим путем. А у вас с этой точки сейчас начиналось общение вот этого вот стресса. Видите, это проще. Это не последний мужчина на планете Земля. Главное вам урок из этой истории для себя взять, конкретно вы поняли, чего вы хотите, какой у вас запрос к мужчине, такого мужчину искать, а не брать, который не подходит под этот образ, пилить его, переделывать, донимать, пытаться обрубать, обтесать от себя. И он точно так же. Ты такая, ты сякая, ты там не ждешь, не терпишь, ты меня не поддерживаешь и так далее. Вы пытались друг друга поломать, переделать. Вам страшно расстаться, бросить, жалейте, терпите, пожалуйста, ваш выбор, он этого и ждет. Не хотите терять время? Хотите другого, чего-то, реализации спокойствия, свои закрытия тревожности? Ну, это не этот человек. Примите, что он не подходит, ищите другого. Все же просто. Но не надо себя мучить, насиловать и заставлять делать то, что вам неприятно. Я четко вижу из письма, что эти конфликты, ситуация была для вас неприятная. Вы ждали, вы мучились, вот это неприятные чувства, вы ходили вот в этой пележке, вот в этом слоуношении мозга, это если вы показываете свои негативные эмоции, чувства, которые у вас есть в этих отношениях. Должна быть радость, должно быть приятно. А кто скажет, ну не всегда же все хорошо в отношениях, что при первой проблеме его кидать? Совершенно верно. Так у них просто, знаете, чем прикол? Отношений-то еще и не было никаких. Девушка об этом мне несколько раз в письме сказала. По факту ничего еще не было, мы общались на расстоянии. До какого фига начинать это общение с проблем? Чтоб спасателем, что ли, быть? Чтоб терпеть и жертвовать? Ну тогда это получается, ему он предлагает отношения, вот сейчас у него это проблема, потом еще какая-нибудь начнется. Всю жизнь быть с этим человеком в проблемах. Вот и все. Просто я сразу скажу, если у вас что-то, вы смотрите психологическое, не только на моем канале, вообще я имею в виду, читаете, смотрите, какую-то информацию получаете, если у вас эмоционально что-то реозонирует, даже в негативном ключе вы не согласны, все категорически против, там, а, гори все огнем, это наоборот показатель. Вас это трогает, вас это цепляет. Обратите именно на эту тему, пожалуйста, внимание, а если она цепляет, значит, там есть что-то, какое-то местечко, за что дергает, и надо в этом разобраться, посмотреть, почему цепляет, почему-то мне безразличие, почему у меня такие эмоции есть, такая реакция. Спасибо за ваше внимание, в инфобоксе под видео моя почта, если хотите, как автор, присылайте ваше письмо на почту, история от анонимов, тема письма напишите, если хотите индивидуальную психологическую консультацию, тема письма консультация, если хотите послушать лекторию здоровых отношений, 4 видео в закрытом телеграм-канале, в записи, то тоже на почту напишите, вышли условия об этом курсе. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.